В Государственном комитете по экологии и охране окружающей среды состоялось открытие представительства Глобального института зеленого роста в Узбекистане. Страновой офис Global Green Growth Institute является первым представительством института среди стран СНГ, в частности, в Центральной Азии. Цель организации способствовать устойчивому экономическому росту за счет развития зеленой экономики в странах, которые развиваются в условиях изменения климата и выбрали рыночную экономику. Мероприятие началось с видеообращения президента Ассамблеи Глобального института зеленого роста, господина Панги Муна. Я по-прежнему привержен тесному сотрудничеству с правительством Узбекистана и другими странами региона для мобилизации поддержки, необходимой для технологических инноваций, развития человеческого потенциала, регулярных реформ, зеленого финансирования и инвестиций. На благо народа Узбекистана. Уважаемые гости и друзья, сегодня мне доставляет огромное удовольствие приветствовать всех вас на официальном открытии офиса в Узбекистане. В июле 2021 года было подписано соглашение с правительством Узбекистана. Я очень рад отметить важную веху в дальнейшем развитии нашего партнерства. Были отмечены перспективные сферы для потенциального сотрудничества. Они связаны с мобилизацией ресурсов в инновационные возобновляемые источники энергии. Также речь шла о совместных усилиях в вопросе решения аральской катастрофы. Здесь рассказали и о будущих проектах. Я очень рад, что у нас установились официальные деловые отношения с правительством Узбекистана. Теперь мы можем четко определить работу, которую предстоит проделать для перехода Узбекистана к зеленой экономике. В настоящее время мы реализуем совместный проект по реабилитации при Арале. Общая стоимость проекта составляет 5,9 миллионов долларов. Средства пойдут на популяризацию капельного орошения среди узбекских фермеров и внедрение новых технологий в теплицах. Кроме того, запланированы программы по повышению грамотности местных фермеров в борьбе с песчаными бурями. Территория Каргопахстана имеет огромную территорию пастбищ, которая является большим резервом для развития жутноводства. Но есть одна проблема, которую надо решать. Проблема по обеспечению орошаемой водой. Но есть альтернативные источники, которые можно использовать. Это подземные воды, это использование артезианских колодцев. Не стоим на одном месте, ищем. Улучшилось социально-экономическое состояние местного населения. То, что сейчас делается в рамке нашего проекта, оно будет в какой-то мере содействовать именно в улучшении социально-экономического состояния нашего народа. После официальной церемонии открытия был подписан меморандум между Глобальным институтом зеленого роста и Государственным комитетом Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды.